Всем привет! Меня зовут Олеся. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами в Альтамуре. Приехали посмотреть на рынок и погулять по городу. Так, мы на этой маленькой площади. Вот с одной стороны получается рынок с продуктами, а с другой стороны, вон там где-то, рынок с вещами. Так, мы прошли по улице. Здесь недалеко. И вот он, субботний рынок в Альтамуре. Поснимаю, если получится. Что тут продают на рынке? Меня спрашивают все время. А у нас в районе рынок такой малюсенький. Четыре точки. И между этих четырех точек ходят все мои знакомые люди. Знаете, им что-то так неудобно доставать камеру при знакомых, и чтобы они в кадр попадали. Мне как-то некомфортно. А здесь незнакомые люди. Они меня больше, наверное, никогда не увидят. Может, я еще приеду на этот рынок. Ну, я еще наверняка приеду на этот рынок, но, скорее всего, мы с ними никогда уже не встретимся. Поэтому я буду чувствовать себя увереннее сейчас. Для рынка перекрывается улица. По субботам, получается, перекрывается улица. И делает такую пешеходную зону. По субботам, получается, рекомендую кушать. Да. По субботам, получается, рекомендую кушать. Кажется, кушать, кушать. Кушать-пешеходную зону. трикотаж это такое не пойми что тут вообще но дешевые вещи валяются на лотках цены на вещи от одного евро и до евро 50 60 смотря что вы хотите и здесь чебурашки висят видите и на рынке есть чебурашки а это дубленка с другой стороны странно но вы ее так не оденете изнутри отделано как искусная дубленка получается снаружи мех странно что-то летние шляпки прицепили на зимние луки к распродаже фирменные вещи но я фирмы эти не знают джил какой-то еще там что-то лондон стоковая точка цены не висят цены на все вещи надо спрашивать ой какая красивенькая штучка яркая такая вся подранная дождевик 20 он сказал 30 да но можно сторговаться за 25 такой тонюсенький тонюсенький и очень яркий суперских так мы сейчас были на точке там ну не то что подделки да но закосы такие под разные бренды яркие вещи цены от 30 25 30 евро и выше и 50 евро там есть вещи но они такие яркие и очень допоминают versace и dolce gabbana гуччи но качество конечно так себе материал тоже так себе вот но как идея яркую вещь можно купить здесь что я беру на рынке это бюстгальтера итальянские они все хорошего качества я выбираю нужны я уже подобрала свой фасон и мне очень комфортно мы остановились возле точки с обувью и сумками кожаная обувь но здесь все части которые соприкасаются с ногой они кожаные вот такие стоят ну его 35 40 евро обувь и сумки очень красивые висят смотрите какие сумочки смотрите какой формы по моему по 20 евро на одной просто висит цене 20 евро я думаю что остальные такую же стоимость ванта до 20 евро сона в пели пингта гр开始 о май гад о май гад ребят мы идем уже минут не знаю сколько рынок этот не кончается он все идет и идет такой длинной длинной линией огромная улица перекрыта рынок очень большой вальтамура это кожаные из натуральной кожи вот такая обувь видите по 35 евро написано вера пели но понятно что какие-то части могут быть вот надо смотреть на эту наклейку там показано какие часть из натуральных из ненатуральной но эти кожаные кожаная обувь даже есть на этом рынке написано outlet zara тут будут вещи стоковские зары но не только из зары еще откуда-нибудь все копаются очки по 6 евро смотрите какие уютненькие рынок этот бесконечный до конца города я так понимаю там он горы видно далеке поэтому решили уже наверное этой площади завернем пойдем обратно и на ту улицу тоже рынок кругом рынок туда рынок и сюда рынок везде рынок очень большой рынок теперь мне понятно почему сюда едут потому что есть очень очень много точек этот рынок проходит с утра вальтамура в центре города виа-мандзоне по моему виа-мандзоне мы ориентировались на виа-мандзоне ну вот такая вот очень распространена практика тут видите все по 3 по 6 евро и там разные разные вещи висят состав разный бывает конечно он не совсем натуральный будет состав этих вещей могут оказаться не без подкладки но если вы хотите что-то трендовое купить то это очень хорошая идея купить трендовое что-то на рынке поносить сезон и выкинуть не захламлять в гардероб 636 евро за трендовую вещь и как видите очень много итальянцев на рынке они очень много покупают вещи такие рыночные очень много итальянцев в основном кстати итальянцы я не слышу сегодня на рынке иностранцев я не слышу речи французской русской в основном итальянцы ходят по этому рынку в основном итальянцы тут покупают ткани и там и тут он везде а мы же собирались заворачивать а пошли сюда так мы заворачиваем ребят то что это это бесконечно это можно весь день здесь ходить да мы заворачиваем брюки штаны я да в заре я вот намерила себе цвета те же самые что были заре темно-зеленый си темно-зеленый и темно-красный черный но тут еще синие и заметьте одежда написано cup adidas но я думаю что это приехал из китая легкий трикотаж по 5 евро стильненько мужская одежда кстати свитера выглядит очень синтетично синтетические здесь тоже вот брюки низы вверх и по 6 евро ну синтетика на ощупь адидас но здесь уже будет адидас настоящий не такой как в той точке мы сделали это мы вышли с рынка он еще не закончился мы могли еще ходить и ходить но мы вышли потому что мы хотим посмотреть немножко сам город мы сделали на собой усилие смотрите какое здание и какие ворота потом смотри какие там ворота движки там ворота решетка над ними я не знаю ребят что это за здание но я стою с открытым ртом рассматриваю а теперь я смотрю на балкон ты видишь кой балкон какие подпорки у него а вот это мне нравится обработка камня сам камень да сейчас вот мы подойдем ближе что это русты и что это интересно так мы уже пошли гулять по городу ну на мусор внимание не обращаем ребята привыкайте в италии его много да ну слава богу сложен аккуратно обхожу это здание все пытаюсь посмотреть как она называется что это такое вы представляете никаких обознавательных знаков на что за жизнь но интересное что-то так ладно я потом посмотрю и подпишу магазин с сумочками цен нету кстати я думаю что сегодня должны забирать бумагу потому что у них бумага везде выставлена мы смотрим куда идти пока непонятно у нас может немножко провести так смотрите какие пижамки здесь на доме школу школа элементария то есть начальная школа вальтамуре это начальная школа такая ведь уютненькая церковь сэндоменико церковь сэндоменико красиво здесь такой дворик уютный и он примыкает какому-то это институт учреждения школьного образования но там написано орфанотрофио маскили симона и витом майно то есть это когда-то был детдом большое очень здание мы пришли старый город а вот это тоже церковь какая-то я так понимаю что это вот как раз старые стены окружают старый город как в любом другом городе получается везде старый город окружен стенами начиная вот что я глава Русалиме а везде и окружают как правило собой у нас нарисовался гид мы как бы не просили никого хотели вдвоем с Женей погулять но молодой человек очень переживает что мы попали куда надо и никак не может отцепиться мы же не одни мы с мужьями нам не нужна помощь мы просто отцепились посмотреть кафедральный собор девочки осторожно по италии если вы с мужчиной не отпускать свою мужчину ходите везде с ним не ходите с мужчиной потому что здесь написано школа матерна а там написано а там церковь но вот местные жители говорят что это все один комплекс вот это все один большой церковь комплекс церкви ну что ж потому что он наверняка эта часть вообще использовалась когда-нибудь как какая-нибудь тюрьма вот сейчас подожди или казарма сейчас немножечко почитать рассказывает что это одно из самых крупных магазинов один самых крупных магазинов часов в Альтамуре и его два или три раза обворовывали здесь очень очень большой выбор часов а внутри есть большие очень большой выбор часов один из самых крупных магазинов в Альтамуре часовых одна и та же компания там где часы продают и вот здесь джоелли драгоценности лилит оролочи лилит джоелли конечно же витрины да витрины альтамур знаменита своим хлебом на весь мир так мы направляемся вот в это заведение форно антика санта Катерина чтобы купить местный знаменитый хлеб местный знаменитый хлеб отличается тем что считается что он не черствеет однако это не так но все равно даже когда он черствует он все равно вкусный его можно положить чуть-чуть на донышко и также и с печеньем на донышко тарелки полить немножко оливкового масла или чуть-чуть водички и когда ты этот сухой сухарь положишь на маленькое количество жидкости он сразу станет таким как будто он испечен только-только что вот в чем секрет и секрет его изготовления технологии мука тонкого помола твердых естественно сортов и секрет традиционный который в Альтамуре никому не продают секретный секрет вот эти дворики клаустрии он называет видите местные говоришь это клаустрии зашел туда враг и не вышел его сверху закидали с окон вот это древнее место где продают хлебушек в Альтамуре ну что ребята вот оно древнее я себе фотографирую сразу это нам повезло мы видим процесс мы видим процесс как готовят это покача местная покача видите ставят покача хлеб из Альтамуры его знают во всем мире и вот мы с вами наблюдаем как работник укладывает в печь покача как здесь вкусно пахнет ребята я уже есть хочу а вот это готовая покача а вот это хлеб ну волю белкотто все белкотто пан и белкотто 2 евро вот такой хлеб кафедральному на площади смотрите монастырь санта кьяра постичерия джелатерия это указатель на постичерию так что проходите боже мой какая красивая девушка так мне понравился наряд постичерия кафедерия дольчи которые делают монахи это указатель где-то в той стороне так что кто едет в Альтамур обратите внимание вы знаете я нагребла чего-то взяла и хлеб взяла покачу и взяла еще эти кон семи дифиноккио тарали семи дифиноккио местные вот такой получился у меня видео всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал увидимся в новом видео чао-чао тути всем пока